Полицзаключенные и ссыльные. Голодовка на 17-м лагпункте мордовских лагерей не состоялась, так как после длительных переговоров лагерная администрация пошла на уступки. Незаконное решение о лишении Валерия Ронкина личного свидания было отменено. В начале апреля 1968 года отправлен обратно во Владимирскую тюрьму Валентин Мороз. Больше года находившийся в следственном изоляторе КГБ при СМ УССР по обвинению в составлении письма депутатам Верховного Совета УССР репортаж из заповедника имени Берия. Достоверно известно, что Мороз не принимал никакого участия в следствии, и не давал никаких показаний. Вероятно, следствие прекращено из-за того, что не доказано авторство Мороза. Валентину Морозу осталось 4 месяца срока. 1 сентября он должен выйти на свободу. Во Владимирской тюрьме находится Святослав Караванский, осужденный в 1944 году на 25 лет за участие в Украинской националистической организации во время румынской оккупации Одессы, амнистированный в 1960 году, а в 1965 году после написания статьи на тему о национальной дискриминации при приеме в ВУЗы отправленный досиживать оставшуюся часть 25-летнего срока. Генеральный прокурор СССР Руденко опротестовал применение амнистии. С 11-го лагпункта мордовских лагерей летом 1967 года Караванский одновременно с Валентином Морозом, Михаилом Горынем и Михаилом Масютко за жалобы, направленные в официальные инстанции и за чтение материалов о положении на Украине на три года переведен во Владимирскую тюрьму. На суде, который должен был решить вопрос об изменении режима, Караванский потребовал переводчика. Суды внутри лагеря всегда проходят без адвокатов. Подсудимые лишены права на защиту, но зато, как ни странно, известны случаи отмены приговора в результате того, что дело слушалось без переводчика. В ответ на требования Караванского судья Равенкова сказала «Дайте ему хохла». Караванский заявил отвод судья. Прокурор удивился. Ну, женщина оговорилась. Отвод не был принят. Режим во Владимирской тюрьме содержит гораздо больше ограничений, чем лагерный. Письма принимаются только от прямых родственников. Письма на украинском языке предварительно направляются на перевод. Книжные бандероли заключенным не разрешены. Родственники заключенных имеют право на два получасовых свидания в год. И всем разговаривать на свиданиях можно только по-русски. Но и в этих тяжелых условиях, где каждое лишение может стать особенно ощутимым, Караванский нашел в себе силы для выражения политического протеста. В конце октября 1968 года он объявил голодовку, требуя отставки правительства за неправильную внутреннюю и внешнюю политику. Голодовка продолжалась 28 дней. Обстоятельства прекращения голодовки неизвестны. За голодовку Караванский наказан 15 сутками карцера. Весной 1969 года из Владимирской тюрьмы после 20 лет тюремного заключения отправлены досиживать 25-летний срок в лагере строгого режима Екатерина Зарицкая, Адарка Гусяк и Галина Дедык, участницы антисталинского партизанского движения в Западной Украине в послевоенные годы. Организаторы подпольного Красного Креста. Их адрес Мордовская АССР ПО ЯВАС Учреждение ЖХ 385-Б Екатерина Зарицкая впервые была в тюрьме в конце 30-х годов в Польше в связи с покушением группы украинских националистов на польского министра внутренних дел. Муж Зарицкой, Михаил Сорока находится на 17-м лагпункте тех же мордовских лагерей строгого режима. Тот же адрес НОЖИХ 385-17А В течение 1968 года из мордовских лагерей строгого режима по концу срока вышли Ивангель из Львова Статья 62 УК УССР Три года Распространение украинского сам издата после возвращения не прописан во Львове и не восстановлен во Львовском университете с последнего курса которого был исключен после ареста. Богдан Горынь из Львова Искусствовед До ареста работал в Музее Украинского искусства Статья 62 УК УССР Три года Распространение украинского сам издата После возвращения не прописан во Львове Работает плотником на стройке во Львовской области Борис Здоровец Баптист из Донбасса Отбыл 7 лет в лагере На 5 лет сослан в Красноярский край На месте ссылки милиция проводит с ним воспитательную работу Требуя публичного отречения от религии Струтинский Из Львовской области Статья 56 УК УССР Статья 64 УК РСФСР 10 лет Мирослава Тершивская из Драгобыча Статья 62 УК УССР Изготовление и распространение рукописных листовок Вдвоем с мужем Три года После лагеря на три года сослана в Красноярский край Муж находится на 11 лагпункте мордовских лагерей Осужден на пять лет лагеря И три года ссылки Анатолий Футман Статья 70 УК РСФСР Получил политику в уголовном лагере После лагеря поставлен под надзор 3 февраля 1969 года Вышел осужденный по статье 187 УК УССР В 1967 году И отбывший наказание в лагере общего режима Журналист Вячеслав Черновол За два месяца до конца срока Он был заключен в одиночную камеру Львовского УКГБ Где ему предъявили постановление Зампрокурора УССР О расследовании вновь выявленных обстоятельств по делу Это расследование было предпринято в связи с опубликованием За границей составленного Черноволом сборника материалов Лыху с розуму Горе от ума О репрессиях 1965-1968 годов Против украинской интеллигенции Черновол уже был осужден за составление этого сборника Тем не менее ему угрожали переквалифицировать это дело По статье 62 УК УССР И добавить срок Черновол объявил бойкот следствию как незаконному Перед окончанием срока его заключения Расследование было прекращено В одном из выпусков хроники В сообщении о голодовке Проведенной Вячеславом Черноволом в лагере Неправильно был указан ее срок На самом деле Черновол держал голодовку с 29 мая По 16 июля 1968 года Михаил Асачи Кандидат филологических наук Преподаватель Львовского университета Поэт Выпустивший книгу Инструктор Львовского обкома партии В 1965 году был осужден по статье 62 УК УССР За распространение украинского самиздата В 1967 году вышел по концу срока И до последнего времени не мог получить ни прописку, ни работу Подвергался задержанию за нарушение паспортного режима В частности был задержан во Львове В своей семье У себя дома Наконец недавно прописался во Львовской области И работает рабочим На Львовском комбинате глухонемых В конце марта, начале апреля У Ларисы Богорас в Чуне И у Павла Литвинова в Верхних Усуглях Где они отбывают ссылку Были произведены беззаконные Негласные обыски В отсутствии обыскиваемых